Тюркоязычное население Южного Азербайджана всё больше притесняется и подвергается ассимиляции со стороны Ирана. В центре провинции Западный Азербайджан в южноазербайджанском городе Урмия иранские власти закрыли турецкий театр Шахрияр, сообщает ЮНС-ТВ. Отмечается, что причиной этому решению послужило исполнение азербайджанского танца во время спектакля. Некоторые консервативные деятели иранского режима выступили против исполнения женщинами азербайджанского танца и потребовали закрыть театр. Сценаристу и директору театра и вовсе на три месяца запретили там работать. После отмены спектакля СМИ и активисты отметили, что местный начальник управления культуры и просвещения Алирзану Врузи выступил с поддержкой консервативно настроенных лиц. Давление на тюркоязычное население Южного Азербайджана со стороны Ирана увеличивается. И вот мы видим, что они закрыли театр только потому, что во время спектакля исполнялся азербайджанский танец. Причём актёры этого театра отмечают, что они заранее всё согласовали. Никаких нарушений или незаконных действий с их стороны не было. Это лишь один из множества подобных случаев. Мы, представители Южного Азербайджана, отчётливо видим попытки провести ассимиляцию со стороны властей Ирана и выражаем этому свой однозначный протест. Подобный случай не единственный в Иране. В городе Зинжан, что находится на северо-западе страны, отменили тюркоязычный фестиваль. Причём сделали это за четыре дня до начала мероприятия. Об этом ЮНАЗ-ТВ сообщил куратор той самой группы, которая должна была выступить на фестивале. Причиной для отмены мероприятия Министерство образования Ирана назвало отсутствие финансирования. Куратор не согласен с этим заявлением. Отмечаю, что это всего лишь отговорка. Ведь изначально в министерстве заявляли о том, что никаких преград для проведения праздника нет. По его мнению, истинной причиной такого поведения режима МОЛ является страх. Неудивительно, ведь в самом Иране проживают более 30 миллионов азербайджанцев, что составляет более 40% всего населения Ирана. По мнению экспертов, именно поэтому режим МОЛ упорно пытается искоренить всё, что связано с историей, обычаями и традициями тюркоязычного населения Южного Азербайджана. 12 июня должен состояться турецкий фестиваль. Нам позвонили за четыре дня и сообщили, что фестиваль отменяется. Мы проделали большую работу, заранее всё спланировали, так как нам сообщили, что никаких проблем для проведения фестиваля нет. А потом нам сообщают, что из-за нехватки финансов всё отменяется. Возникает вопрос, почему для всего остального у вас хватает финансирования, а для фестиваля представителей тюркских народов нет. Я от лица своей группы выражаю протест и требую ответа от всех лиц, которые приняли решение об отмене этого фестиваля, который мог бы познакомить с тюркскими традициями и культурой. Событие показывает, что режим МОЛ в Иране настроен на искоренение всего, что связано с тюркским миром. Так, тибристский отдел регистрационного управления Ирана отказывается выдать удостоверение личности азербайджанскому ребёнку по имени Эльджан. В условиях современного мира тяжело представить страну, в которой запреты распространяются даже на имена. Но только не в Иране. Местные СМИ отмечают, что подобные случаи в этой стране происходят не впервые. Отказ регистрационного управления Ирана в выдаче удостоверений личности азербайджанским детям из-за их имён вызывает справедливое возмущение у родителей, вынуждая рассказывать об этом в соцсетях. Иран пытается отрицать тот факт, что в Южном Азербайджане проживают тюрки. Власти страны словно оккупанты пытаются искоренить всё, что связано с нашей культурой, обычаями, традициями. Пытаются переписать историю. Так было на протяжении столетий и продолжается до сих пор. Конечно, у них ничего не получается, потому что в Южном Азербайджане проживает большое количество азербайджанцев. И с каждым днём они всё решительнее выступают за свободу и равенство. Проводят просветительскую работу, чтобы будущие поколения помнили о своих корнях. Поэтому сейчас в Южном Азербайджане идёт противостояние между тюрками и оккупационным режимом Ирана. Реализация идеологии понформизма в Иране началась ещё во время правления Ризашаха. В период его правления тюрков стали называть отголосками седжуков и персов. Тюркский язык стал относиться к подвидам персидского языка. За последние сто лет понфарсизм, разделяя территории тюрков Южного Азербайджана, ассимилировал их язык, культуру. Эта политика осталась неизменной. Нынешний теократический режим, позиционирующий себя оплотом ислама, проводит ту же политику в отношении Южного Азербайджана, что и Пихлеви. Такое поведение Ирана по отношению к тюркоязычному народу невольно напоминает вандализм армянских оккупантов. Точно таким же образом Армения совершает агрессию в отношении историко-религиозных памятников, принадлежащих азербайджанскому народу. На примере Ирана можно ещё раз убедиться, что дурной пример горе соседей, как говорится, заразителен. Продолжение следует...